За последний месяц-полтора пришлось не раз читать о том, что Германия твердо придерживается своей политики не поставлять вооружение в зону конфликтов. И таким образом Берлин обосновывал свой отказ в поставках оборонительных вооружений Украине. Казалось бы, нам это неприятно, но раз у государства такие внутренние принципы, то нравится нам это или нет, эту позицию следует уважать. Но оказывается, что все это так выглядит, если не присматриваться к этой позиции внимательно. Ближайшее рассмотрение вносит ясность как в такие заявления, так и в эту позицию. А ближайшее рассмотрение всегда начинается с такого вопроса. Почему? Ведь военный конфликт это не абстрактное понятие, и в нем всегда есть нападающая и обороняющаяся сторона. Проще говоря, если речь идет о внутреннем конфликте, когда боевые действия не выходят за границы одного государства, то тут действительно может встать вопрос о том, что любое вмешательство в виде поставок оружия может означать принятие позиции одной из сторон. Между прочим, начиная с 2014 года, Москва как раз и протаскивала этот нарратив, напирая на то, что это внутренний конфликт, ну или гражданская война. И все, кто стоял на этой точке зрения, однозначно играют за команду Кремля. Но Украина предоставила килотонны доказательств того, что за гражданской войной, так называемой, стоит вторжение Москвы. И тогда родилось определение, которое теперь широко используется во всем мире – гибридная война. Более того, ООН признала Россию стороной конфликта, что полностью исключает происходящее из-под определения внутренний конфликт. А раз так, кто на лицо страна-агрессора и страна-жертва агрессии. Но Германия, и не только она, все продолжает имитировать принципиальность, педалируя уже давно протухшими аргументами. Но если вернуться к базовому принципу, на который ссылается Германия, то окажется, что она не желает подливать масло в огонь и давать одной из сторон ресурсы для поддержания этого самого конфликта. Опять же, без контекста в такую позицию можно уважать и принимать. Но в таком случае речь должна идти о более широком списке того, что может быть использовано для ведения войны. И здесь возникает некий пограничный массив товаров двойного назначения, которые могут быть использованы как в гражданских, так и в военных целях. И вот тут возникают вопросы по критериям, которые применяются к таким товарам и методам определения того, насколько они могут быть использованы в военных целях. Поскольку эти вопросы возникли не вчера и не в 2014 году, то уже имеется обширная практика применения ограничений на поставки товаров двойного назначения и, в принципе, можно пользоваться определенными наработками, уже давно существующими и применяемыми странами Запада. Но Германия пошла другим путем. Да, там работает система специальных разрешений для экспорта такого рода товаров, но определение того, могут ли они использоваться в военной сфере стороны получателя или нет, строится на заверениях получателя в том, что товар будет использован только для применения в гражданской сфере деятельности. Если с той стороны пришлют клятвенную бумагу о том, что обедненный уран, например, будет использован для получения сахарной пудры или светящихся подлокотников кресел в самолетах Суперджет, то и вопросов никаких не будет. В случае с Россией можно даже не сомневаться, что там выправят любую бумагу с любым количеством заверений, подписей и печатей, лишь бы получить то, что нужно. А тем более, когда вполне допустимы варианты в плане позолотить ручку, то и немецкая сторона вполне может настолько сильно закрыть глаза, что вообще ничего не увидеть со стороны россиян. Как оказалось, именно в таком режиме работал немецкий регулятор в прошлом, дембельском для фрау Меркель году. Издание Вэлт опубликовало собственные исследования этой темы, которые шокировали даже журналистов. Похоже на то, что они догадывались о том, как правительство Меркель выстраивало особые отношения со все более агрессивной Москвой, но статистика оказалась намного более мрачной, чем об этом можно было даже догадываться. И в общем это неудивительно, поскольку фрау еще за пару лет до ухода заявила о том, что больше не будет баллотироваться на пост канцлера и потому под конец своего управления могла уже ни в чем себя не стеснять. Она и не стесняла. Так в 2020 году Министерство экономики и Федеральное управление экономики и экспортного контроля БАФА, подчиненное ему, выдало 673 разрешения на экспорт товаров двойного назначения в страну назначения Россия. Общая стоимость экспортных поставок почти 366 миллионов евро. Треть миллиарда евро это примерно 400 миллионов долларов, а это выглядит уже вполне внушительным объемом. Но такие вещи лучше всего рассматривать в сравнении. А сравнение показывает, что в общем Германия очень своеобразно видит свою роль в структуре западного мира, поскольку ее просто тянет на рискованную торговлю с авторитарными и явно опасными режимами. Так, анализ объемов поставок товаров двойного назначения показал, что самым главным потребителем таких товаров на сумму более чем полтора миллиарда долларов стал Китай. На втором месте с миллиардом долларов идут США. Если кто забыл, штаты являются военным союзником Германии. На третьем месте оказалась Бразилия с объемом поставок в 371 миллион евро. Ну и на четвертом вышла Россия, лишь незначительно на 5 миллионов евро уступив третье место Бразилии. Вот так выглядит принципиальность по-немецки. Именно таким образом там видят свое невмешательство в военные конфликты. Как мы помним, за какое-то время до выхода из бундесканцелярии в адрес Меркель прозвучали лестные слова лично от Си Цзиньпина, который причислил Меркель к самым большим друзьям Китая, которых за всю историю было названо не более 10 человек. Си заявила о том, что за такой невыносимый вклад в дружбу двух стран ее всегда ждут в Китае с распростертыми объятиями. А чуть позже, с менее витиеватой, но примерно такой же самой по смыслу речью, выступил и Путин, который высоко или, может, даже глубоко оценил труды фрау. И вот теперь понятно, почему это так, в количественном выражении. Понятно, что большая часть подобных сделок неизвестна общественности. Но все же несколько скандалов, которые грянули на этом фоне, привлекли внимание прессы, и ситуация начала проясняться. Так, дебаты о возможности поставок в Россию обедненного урана, который на минуточку применяется в виде сердечников к бронебойным боеприпасам, уже оказались перебором даже для Германии. То есть правительство уже стало играть роль адвоката Москвы, и для того, чтобы товары из уже давно известного списка двойного назначения не поставлялись в Россию, теперь кто-то, неизвестно кто, должен взять на себя роль следователя, добывающего эти бетонные доказательства, и в надлежащем виде представляя их правительству. А оно уже будет сверять эти доказательства с бумажками, представленными Москвой, ну и делать свои выводы. Вот так оно работало при Меркель. И похоже на то, что примерно так оно все переползло и в правительство Шольца, который уже сегодня говорит о том, что в отношениях с Россией намерен продолжать политику предыдущего правительства. Тем не менее, эта ситуация, вышедшая наружу из серых коридоров немецкого правительства, уже начинает вызывать реакцию общественности. Так, профессор права Бернхард Вегенер, эксперт по публичному праву в университете Эрлаген Нюрнберга, уже высказывает свои серьезные сомнения по поводу того, соответствует ли эта практика утвержденному и применяемому положению Евросоюза о санкциях. Это положение прямо запрещает экспорт товаров двойного назначения, если товары могут быть использованы для военных целей. Профессор заявил о том, что критерии, применяемые правительством для оценки возможности поставок таких товаров в России, крайне слабы и даже спорны. Более того, он говорит о том, что в 2020 году он направил в правительство свое заключение, в котором было сказано, что начиная с 2014 года практика выдачи разрешений на поставок таких товаров должна была претерпеть серьезнейшее ужесточение. Разрешения могли выдаваться только в исключительных случаях. Но вместо этого, именно в этот промежуток времени наблюдался резкий рост количества выданных разрешений, что уже само по себе является крайне подозрительным. Шум, поднятый прессой в профильными специалистами в области права, уже вынуждают обращать на это внимание власть имущих. Так, на фоне обострения ситуации в связи с переброской огромного количества российских войск к границе с Украиной, уже раздаются голоса о том, что практика автоматической выдачи россиянам разрешений на поставку такой продукции должна быть срочно пересмотрена. Депутат Стефан Венцель от партии «Зеленых», входящей в правящую коалицию, на днях публично потребовал пересмотра этих правил и настаивает на приведении их в соответствии с нынешними реалиями. И такой подход двойного дна прослеживается не только в случае с поставкой таких товаров и не только в Германии. Так о прекращении полетов в небе Украины объявила компания KLM из Нидерландов. И в общем это беспокойство можно понять, поскольку над Украиной россияне сбили малазийский лайнер, большая часть пассажиров которой были гражданами Нидерландов. Но если бы компания одновременно объявила о приостановке полетов и над Россией, между прочим сбившей тот самый самолет, то это было бы логично. А так выглядит как вклад в воздушную блокаду Украины. Все это мы пишем не только для того, чтобы показать ценность такого рода партнера, но и тех, кто стойко помогает нам и стоит на нашей стороне, начиная с США, чей президент вчера по телефону заявил Яне Лоху о том, чтобы тот не сомневался в быстром и решительном ответе Вашингтона в случае вторжения, до маленькой Литвы, которая, как и обещала, переправила нам свои запасы ПЗРК. Ведь именно в таких ситуациях становится понятным, кто есть кто. В общем сейчас можно наблюдать за тем, как и кто себя ведет в критической ситуации. Это касается как внешних партнеров, так и деятелей внутри Украины. Все те, кто сейчас отважно смылся и исчез с радаров, четко показали то, что они больше никогда не будут теми лицами, которые что-то могут говорить об Украине и, боже упаси, от имени Украины. Ну а мы внимательно все это рассматриваем, сохраняем спокойствие и бдительность, а главное, ничего не забываем. Мы победим! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok